Здравствуйте, Исмаил Брагимович! Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Дело в том, что, на мой взгляд, вы человек уникальный. Это абсолютно не лезть, потому что, считается, что существуют гуманитарии и существуют технарии. Вы два в одном. Как это, во-первых, получилось? Наверное, мы об этом чуть позже поговорим. Повод для нашей встречи, он просто замечательный. Вы выпустили новую книгу, новый труд. Вот он перед нами. Книга называется «Хурзук. Историко-географический очерк». Книга вышла небольшим тиражом, потому что, я так понимаю, это и финансовая составляющая. Это дорогая книга. Тут хорошие иллюстрации. Книга вышла в Москве. «Хурзук», он исследован, но не в той титанической мере, в которой сделали это вы. Мне бы хотелось узнать, почему именно «Хурзук». Я понимаю, что все мы оттуда родом, весь карачаевский народ. Но так детально, наверное, «Хурзук» никто до вас не исследовал. Как пришла эта идея? В принципе, я слышала, что идея была совершенно случайной. Идея написания книги «Хурзук» появилась довольно случайно. Хотя «Хурзук» — это моя самая большая любовь из всех населенных пунктов, начиная от Москвы, где я жил 25 лет, и кончая вот в Черкесском, где я тоже очень был. «Хурзук» — мое самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В «Хурзуке» я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца профессор, мы проводили семью в «Хурзуке». Вот это, поэтому это моя любовь. Сначала он мне нравился, мне, «Хурзук», потому что это отцовский аул. Потом к «Хурзуку» привязались мои дети. Потом «Хурзук» полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к «Хурзуку». Ну, а книга появилась довольно случайно. По просьбе ко мне обратился Узденов Абубекир, замечательный человек. Вот, он был фанатом «Хурзука», хотя он жил в Малом Карачае и был вождем движения «Алан Халк» в Малом Карачае. Он попросил присоединиться к группе, которую он создавал для написания этой книги о «Хурзуке». Он говорит, слушай, ну вот «Хурзук», ты тоже его любишь, а до сих пор нет книги. Давай мы. Ну, согласился, ладно. Хотя работал на другой, более важной для меня в жизни книге, научной книге. Но я решил сделать перерыв, потому что работа шла очень тяжело на этой книге, это электрическая книга. Вот, и согласился, начал собирать материалы. Абубекир собирался создать группу целую для работы над книгой, финансирование обеспечить и прочее, но, к сожалению, во время ковида его не стало. Ну, и я остался один на один со всеми своими материалами, идеями там и так далее. Вот, но я сдаваться не привык, и поэтому начал работать сам, собирать материалы, это всюду, где туда можно. Материалов было очень мало, в архивах вообще нету, о Хрузуке ничего. О Карачаево-Черкесии сколько угодно. Вот, а конкретно, о селениях, в том числе о Хрузуке, материала практически нету, особенно довоенных. Мне помогали и мои знакомые подбирать, собирать материал. Вот, замечательный русский путешественник и мастер художественной фотографии Михаил Голубев. Я к ним обратился с просьбой разрешить мне использовать его фотографию, у него замечательный. Он согласился без ограничений. Вот, в итоге появилась вот эта вот книга. Хурзуку вы романтично называете своей любовью. Понятно, что там очень много красивых мест, кругом красота, дикая природа в чем-то даже. Но у нас в Карачаево-Черкесии много других красивых мест. Почему именно Хурзуку? В чем его отличие? В чем его специфика, на ваш взгляд? По части содержания здесь как? Здесь вот я решил, что нужно прежде всего... Понимаете, был такой замечательный человек и большой поклонник Карачая, сделавший для него очень много, Николай Григорьевич Петрусевич. Ну, известный в Карачае и почитаемый. Вот Петрусевич говорил, «Хурзук-Бузук», «Очкулан-Аман», «Харчур-Тамам». Вот я до сих пор пытаюсь понять, а почему, собственно, «Хурзук-Бузук», то есть «Пуйный», «Нехороший», «Очкулан» вообще «Нехороший», а «Харчур-Тамам» вот то, что надо. Я отношу это, в общем-то, за счет повышенной пассионарности хурзукчан. Пассионарность что такое? Это вот определение Гумилева, это повышенная воля к жизни, повышенная активная жизненная энергия. Вот в этом смысле хурзукчане, они действительно отличаются от других карачаевцев, хотя Большой Карачаев вроде бы практически одинаковые условия везде, да, но хурзук ближе к Эльбрусу, там все суровее, там и, то есть, в хурзуке, например, кукуруза не растет, тогда как харджути она спокойно растет, понимаете? Вот. И вот эта вот некоторая суровость, повышенная суровость, я бы сказал, она, видимо, и отличала хурзукчан, влияла на их характер. То есть, вот, по Гумилеву ландшафты имеют решающее значение на формировании этноса, вот, его характера, его представления, нравов, там, обычаев и так далее, что там подобное. И вот эти вот ландшафты, которые жили хурзукчане, они совершенно потрясающие. Вообще речь идет о хурзукском поселении сельском. Вот. И это целая страна, 850 квадратных километров. Это больше, чем Мандорра, там, например, да, Мальта, там, Мальдивы, там, я не знаю, ряд других вот таких европейских стран, которые... Вот. И вот нынешний мой приятель, мэр хурзука, это настоящий президент, самый прекрасный в мире страны. Вот так вот. И вот в этой стране, конечно, я и рассказывал. О ее горах, о ее реках, о ее хребтах, там, озерах и так дальше, рукотворных реках, ильпины. Это вообще совершенно потрясающее инженерное явление, между прочим. И я посвятил этому тоже отдельный параграф ильпинам. Каким образом карачаевцы умудрялись в древние времена создавать инженерные сооружения, уклон которых был всего 1,4 градуса на всем ее протяжении? Вот, скажем, хан ильпин в хурзуке, да? Вот. Он имеет вот такой вот уклон. Вот я посчитал. Если бы он был на полградуса больше, то вода шла бы быстрее, но она доходила бы до середины хурзука. И там пришлось бы ильпин вести уже по кварталам. А еще на полградуса выше, то вода бы не обеспечивала водой хурзу. А так она проходит вдоль всего хурзука, центральной части хурзука, вот этот ильпин, хан ильпин, да? И обеспечивает водой все население, начиная от Баташевых, там вот верхних Баташевых, и кончая Ахтауми, Экхановыми в нижних кварталах. Вот такие вот чудеса у нас есть. И я вот разбирался с этим, как это им удалось сделать, удавалось сделать. И много других таких вот потрясающих вещей. У меня есть там глава, которая называется «Знаменитые хурзукчане». Я там нашел вот 40 человек, 40 хурзукчан, каждый из которых, судьба каждого из которых, она совершенно феноменальна. Но они практически, ну мы знаем о ком. Мы знаем о Султане Николаевича Магомеда, генерале полкового Никитаа. Совершенно феноменального человека. Кстати, я с ним был знаком. Мы знаем о Халимат Байрамуковой, да? Ну мы знаем, вот Эльберт Узденов у нас есть, да? Поэт, замечательный. Вот. О ком мы еще знаем? Вот. А там были люди, которые, вот один из таких вот людей, совершенно потрясающих, о котором я рассказал, это совершенно забытый нынче Баташевым Магомед Хаджи Шакаевич. Это был суфи высшего уровня посвящения. То есть, равного ему на Северном Кавказе не было. Этот человек мог, вот его уровень посвящения и продвижения на пути, был настолько высок, что он имел возможность, умел дематериализоваться. Что значит дематериализоваться? Это означает, что перевести свое тело в полевое состояние. Вот таковы возможности души. Вот той самой информационно-энергетической и психофизической составляющей, о которой я говорил. А это не аномалия? Это не аномалия. Это нормальная возможность для любого человека пребывать в таком состоянии. Но для этого надо работать над собой. Постоянно работать. То есть, развивать свое познание, идти по пути Аллаха, неважно, чем ты занимаешься. Физикой занимаешься, математикой, богословием занимаешься, не знаю, чем там еще. Это все как раз и нормально. Ненормально то, как мы живем. Исмаил Ибрагимович, я уже в начале нашей беседы сказала о том, что вы феноменальный человек. Человек, который не просто, не побоюсь этого слова, исключительный технарь, талантливый. Человек, который придумал множество различных идей. К сожалению, я физики не сильна, не смогу в этом даже разобраться. И в то же время вы такой же блестящий поэт, прозаик, переводчик Амара Хаяма. Кем вы в большей степени себя все-таки считаете? Вы знаете, техника – это сама по себе романтика. Как? Потому что ты исследуешь непознанное. И вот на этом пути у тебя постоянно ожидают проблемы, трудности, открытия иногда. И поэтому романтики в технике, в физике не меньше, чем в той же поэзии, которую я тоже очень люблю, конечно. Вот, и в этом вся штука. А что касается того, как это удается, удается это очень просто. И должно быть желанием. Я всегда говорил, я, в общем-то, 40 лет проработал в вузах СССР и России, преподавал. И студенты – это моя большая любовь, это молодое поколение. Я им всегда говорил простую вещь. Простую вещь. Вот, ребятки, смотрите. Вот Аллах, когда дарует тебе твою бессмертную душу, да, вот, это первое и последнее участие Аллаха в твоей судьбе. Он мог другому даровать эту душу. Вот, но он даровал именно тебе, именно если с этой душой он дарует тебе, вот, а что такое душа? Это информационно-энергетическая структура. Это в моем понятии, понятно. Вот, она двойственная, ее одна составляющая – это огромная психофизическая энергия. И вторая – это огромная интеллектуальная составляющая. То есть душа, вот, та, которой обладает любой человек, она обладает вот этими двумя. И проблема только в том, чтобы их уметь использовать на всю катушку. А почему люди так мало мозга используют? А потому что люди не хотят, они ленивые. Потому что люди, вот, к большому сожалению, мы идем не по тому пути, который нам начертал Аллах, по пути познания, вот, а по пути, как бы, вот, желудка. Насколько, на ваш взгляд, вот, на ваш взгляд, вот, субъективный мы, ну, то есть среднестатистические люди используем свой мозг? 5%? Ну, это давно известно. 5% – это очень талантливые люди. Мы используем на 2-3% вот эти возможности этого. Ну, не вы, наверное. Я не знаю, это не мне судить, да. Но, конечно, я старался, вот, я это давно понял. И я хочу сказать, что вот это вот не фантазии мои, нет. Это были совершенно реальные люди, которые вот по этому пути познания пошли, по пути познания Аллаха, да. А путь познания Аллаха – это и физика, и математика, и поэзия. Это всё, весь мир знания – это путь Аллаха, познания Аллаха. Вот, и не зря пророк Мухаммед говорил, что чернила учёного дороже, чем крови мученика. Вот так примерно его звучит, да. Вот, это вот огромное, значит, значение, которое придавал пророк учёбе, учению. Вы знаете, несмотря на то, что бытует такое мнение, что математики, физики – они сухари, просто прочитав одну вашу книгу, я поняла, что это не так. И я не думаю, что у такого творческого человека нет какой-то мечты. Мечты красивой, мечты сбыточной. О чём вы мечтаете на сегодняшний день? Я, в общем-то, не очень большой мечтатель, я просто делаю дело. Вот, самая большая проблема для меня сейчас – это, конечно, моя главная работа. Вот, кстати говоря, эта книга была, как бы, поскольку работа над моей книгой «Резонансные системы в электротехнике», она была самой главной моей книгой и остаётся самой главной книгой, но недоработанной до сих пор. То Гурзук явился как бы вот разрядкой в этом деле, как бы для души вот я разрядился там и так дальше. А самая главная, конечно, моя работа, она связана с моей профессиональной деятельностью. Это разработка, развитие идей Николы Тесла, величайшего учёного, который когда-либо был, электрик, да? Вот, и вот развитие его идей. И в этом отношении нам удалось довольно далеко продвинуться. Ну, я уже рассказывал в разных местах об этом. Я публиковал там десятки статей в научных журналах, ведущих научных журналах за рубежом, в России за рубежом. Вот, речь идёт о разработках, связанных с передачей электрической энергии на расстояние без потери электрической энергии, без потери в проводах электрической энергии. Вот, это, конечно, вызывает шок у всех учёных, потому что здесь нарушаются все законы физики. Закон Ома там, закон Джоуля Ленца и другие фундаментальные законы. И непонятно людям, как это так? Ну, это не может работать, оно работает. Вот, и я впервые за последние 80 лет, со времён великого советского учёного, академика Миккевича, объяснил научной литературе, ведущих журналов, каким это происходит. Это происходит за счёт участия эфира. Вот, эфир – это что такое? Это вот то, что нас окружает. Это субстанция первичная, и изменения эфира, они влияют на всё подряд. Вот, начиная от цвета лица и кончая глобальные изменения в мироздании. И вот электричество – это и есть флуктуация, изменение эфира. И вот я объяснил, что изменение эфира, возбуждение эфира при резонансе – это и есть причина, по которой электрические системы переходят в совсем другое качество. Вот об этом книга, и о возможности создания на этой основе совершенно новых технических систем. Мы не только научились передавать электрическую энергию по одному тонюсенькому проводу, вот, чтобы было понятно, чтобы снабжать электрической энергией город Черкесск, нужно достаточно высоковольтного кабеля в нашей системе толщиной вот 5 квадратных миллиметров. То есть это тоньше, чем эта ручка. Вот такой кабель достаточно. И будете над этим работать сейчас? Вот я сейчас над этим и работаю. Исмаил Ибрагимович, я безмерно благодарю вас за полную информацию, за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я желаю вам всех успехов, здоровья и, конечно, долгих лет жизни. Спасибо вам!